Бецалель В переводе с древнееврейского «в тени Бога» Бецалель Цель – тень Корень цадь и ламет Вот несколько слов этого корня, которые помогут нам яснее, объемнее представить себе суть имени художника Цель – тень, целем – образ, целю – копия Итак, тень Свойства тени говорят нам многое о характере и сути художника Тень живет только при свете, во тьме тени быть не может Тень всегда существует по строгим законам, законам света Представляя собой некий образ, проекцию предмета, но при этом никогда не может воспроизвести оригинал в точности Тень лишь передает его силуэт, некоторое представление о предмете И еще одно ее свойство – тень имеет жизнь только тогда, когда существует предмет Она весьма зависима от него и предана ему Как тень следует за хозяином своим, так человек следует за своим создателем Но еврейское слово «цель» означает не только тень, как проекцию предмета Не только укрытие от палящего солнца и прохладу, столь желанную в Израиле, но также и покровительство Так это звучит у псалмопевца Шамрени, 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 каишон батар, улава вагин, бацел кнапе-ка, бацел кнапе-ка, таскирени Шамрени, 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 ш Человек был сотворен, как написано, «бетселем элогим бара ото» – по образу Божьему сотворил его. Выделенные в этой фразе слова мы можем обнаружить и в имени Бетсалей. Причем следуют они в том же самом порядке. Этот прием характерен для древнееврейского языка. Существует много имен, состоящих из нескольких слов или их частей. Вот вам пример. Авраам – отец множества народов. Малки-цедек – царь правды. Исра-эль – довладычествует Бог. Это дает нам еще одну возможность прочитать имя Бетсалель как словосочетание. Бетселем эль, то есть подобный Бог. Итак, мы говорим о подобии человека Богу. Что может быть значительнее для творческой личности, чем осознать этот факт? Я создан по его образу и подобию. Одна из важнейших сторон такого подобия – способность и потребность человека творить. Подобие, призванное отражать славу Божию. Бог называет творческого человека подобным себе. Более того, он наполняет такого человека своим вдохновением. Еще одно слово того же корня – целюм. Это современное слово. В переводе с эврита – фото отпечаток. Толковый словарь дает следующее значение слова фотографии. Получение изображения посредством падения света на чувствительную поверхность. Это свойство фотографии – яркая аллегория для нас. Подобно фотобумаге, сердце человека способно быть чувствительным к прикосновению света Божьего, что позволяет Создателю творить через нас. Итак, три этих слова с общим корнем цади ламет – цель – тень, цель – образ, и цель – копия, позволяет нам вникнуть в послание человеку искусства, которое Бог открывает в имени Бецалеля, первого художника, израильтянина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Итак, вот что заключено в имени Бецалель и важно для нас. Творчество должно быть определено законом предвечного, а художнику важно хранить верность своему создателю и следовать за ним. Всевышний дал человеку великий дар, наполняясь божественным вдохновением, в своем творчестве быть подобным Творцу, являть его великую силу и славу. В этом имени призвание человека запечатлевать и отображать величие Творца Вселенной.